Тренажер оператора зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» состоит из рабочего места стола руководителя занятий и вращающейся кабины рабочего места оператора боевой машины. Рабочее место руководителя занятий оборудовано двумя компьютерами со специальным программным обеспечением, разработанным и запатентованным на научно-производственном предприятии «Энергия-2000» принтером и обеспечивает полное управление тренировкой, контроль и документирование оценивания действий оператора. Связь, обмен информацией между рабочим местом руководителя и вращающейся кабиной оператора осуществляется по защищенному радиоканалу. Вращающаяся кабина оборудована двумя компьютерами, обеспечивающими работу встроенной аппаратуры, питание которой с целью безопасности осуществляется через низковольтное ВКУ. Рабочее место оператора, его эргономика полностью адекватна боевому. Все блоки, узлы, приборы наблюдения, обнаружения, прицеливания, элементы встроенной аппаратуры НРЗ, аппаратуры оценки зоны, расположенные на стандартных местах, имеют идентичные размеры и выполняют функции как на боевом образце. Имитация воздушной обстановки в азимутально ориентированном операторам в видимом секторе, согласно сценария тренировки. Результаты стрельбы отображаются на экране встроенного монитора и в оптическом визире. В ходе боевой работы кабина управления оператора вращается в азимутальной плоскости, чем обеспечивается ощущение кинематических нагрузок, как на боевом комплексе. Реакция аппаратуры и тренажера на действия оператора полностью соответствует алгоритму работы комплекса и обеспечивает возможность отрабатывать перевод комплекса из походного положения в боевое и обратное мероприятие предварительной и непосредственной подготовки стрельбы с учетом фоновой, помеховой обстановки, погодных условий по различным типам целей, по сценарию тренировки, определяемого руководителем занятий. На рабочем месте руководителя отображается состояние всех органов управления комплекса, а на транспарантах блоков, органах индикации, имитации реакции аппаратуры на действия оператора. В левой части экрана отображается визуальная обстановка, видимая оператором на имитаторе пулестойкого защитного стекла согласно сценария тренировки и азимутального положения кабины. Отображаемая визуальная информация позволяет руководителю наблюдать за поиском, прицеливанием, выбором момента пуска, пуском, наведением ракеты на цель и результатами стрельбы. Имитация наведения и полета ракеты осуществляется с учетом особенностей работы контура управления, как при стрельбе на встречном, так и на догонном курсе, так и с учетом модификации ракеты. Данная информация документируется и позволяет провести оценку действия обучаемого. Весь процесс прицеливания, захвата целей головкой самонаведения, пуска, наведения и результаты стрельбы можно наблюдать и через оптический визир, идентичный отображению, имитируемому в кабине оператора. Это позволяет руководителю занятий более детально корректировать действия обучаемого. При необходимости в поставке тренажера может быть предусмотрена возможность проведения тренировок стрельб с использованием тепловизора, которым оборудуются комплексы стрела-10 последних модификаций. Умелое использование тренажеров в боеподготовке позволит значительно повысить выучку личного состава, боеготовность подразделений и сократить расходы на боеподготовку войск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...